Семья Крыловых в полном составе готовится к конкурсу семейных ансамблей. Репетициям уделяют немного времени, но все стараются. Это еще одна форма семейного досуга для домочадцев. Ярослав тоже ребенок творческий, но тяготеет не к музыке, а к рисованию. Его картины всегда яркие и солнечные. Ярославу 12. Он учится в Кохомской коррекционной школе у мальчика ДЦП. Мама Инна быт наладила уже давно. Успевает помочь и сыну, и дочери. Девочка учится в третьем классе. Ярослав занимается с логопедом. Это основная у нас сейчас проблема речь. И с репетитором по математике. Но репетитор к нам домой приходит. Юля занимается танцами. Ее нужно туда возить. На музыку музыкальную школу она ходит сама, недалеко. Еще она занимается английским, математикой олимпиадой, рисованием. Вроде бы все. По профессии Инна программист. До рождения первого ребенка работала в рекламной сфере. Сейчас нет возможности. Привязана к домашним заботам. Тем не менее, регулярно находит для себя хобби. Печет тортики для друзей и знакомых. Устраивает семейные фотосессии. Тортики вкусные. Во всяком случае, все рады. Обращаются еще. Научиться. Интернет. Интернет большой. Там и рецепты, и украшения. Всему можно научиться так. Ярослав ребенок особенный с рождения. Маме с сыном приходилось много времени проводить в больницах. Вопрос о выходе на работу сразу отпал. Не актуален он и сейчас. Инну дома очень любит, хотя о себе она говорит, что строгая и лишний раз не балует. Хорошо, мама. Кошку разрешу. Кошку разрешу. Кошку разрешу. Мы с мамой. Играем на поле. Играем на поле. Смотрим киношки. Читаем книжки. Ездим на занятия. Кружки. Юля девочка сообразительная не по возрасту. Растет помощницей. Ярославу часто нужно помогать с уроками и заданиями. Поэтому из выходных есть только воскресенье. На этот день всегда много планов. В ближайшее печь тортик и отмечать мамин профессиональный праздник. Некоторые матери чересчур балуют своих детей. Я вот не из таких. Я не щасюкаюсь. Они подтвердят. У них мой пусечка. Такого нет. Дисциплина. Идем в девять спать. Значит, мы идем в девять спать без вариантов. Мне кажется, нужно такую границу, такой баланс соблюдать между ласковостью и строгостью. Я надеюсь, у меня получается. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.